Моя бабушка Мира Мениаминовна Миркина родилась 5 мая 24 года в Ржеве, маленький город Тверской области, западной части России. Её маму звали Эстра Ида Яковлевна, она жила между 1890 и 1873 году, а папа был Мениамин Вович, в 1886 до 1875 года. Мама была домохозяйкой, а папа был фотографом. Вот этот снимок он снял в 17-м году, почти 100 лет ему назад, и он сегодня находится в Государственном музее Великой Октябрьской социалистической революции. Моя бабушка была младше из четырёх детей. Справа стоит Давид, слева Любовь, рядом с ней стоит Юхевит Ляля, а на коленах мамы сидит моя бабушка. Когда началась Вторая мировая война, вся семья переехала в Уральский регион, в город Бестрет. Они это сделали из-за того, что фабрика, в которой работала старшая дочь, тогда переехала во время войны. После войны они все, как семья, переехали в Ленинград, там, где моя бабушка жила большинство своей жизни. Семья была очень образованной. Сестра Ляля училась медициной, Любовь хотела стать инженером, а Давид хотел стать геологом. Но, к сожалению, он погиб на фронте во время Второй мировой войны, где он воевал. Это книга стихов, которые моя бабушка написала, живя в Урале. Она очень любила писать стихи всю свою жизнь. В Бестрете она закончила школу с красным дипломом, значит, была прекрасной ученицей. И училась, чтобы стать инженером в институте Ленинграда. Кстати, вот она с ее двоюродными братьями. А вот и диплом об окончании учебы. В Ленинграде она встретила моего дедушку, Файвус Павел Натанович. И с ним вышла замуж 9 октября 1954 года. Вот и диплом, который свидетельство о браке. Мой дедушка работал в армии. Из-за этого ему пришлось очень много уезжать на командировки. Он любил присылать моей маме, которая родилась недолго после свадьбы, разные головоломки, которые, когда она отвечала правильно, она получала разные интересные призы. После того, что родилась моя мама, бабушка работала в радиополитехникуме и учила студентов геометрии из Кицы. Она получила приз, так же, как она получила и медали о войне, которые вы увидите потом. И про нее написали статью в газете про результаты ее работы. Дедушка умер от тяжелой болезни в СССР, и короткое время после этого моя семья решила переехать в Израиль. СССР, которое было под советским власти многие годы, началось разваливаться в 1980-х годах, в перестройке. Евреи, которые там жили, всегда были дискриминированы и чувствовали антисемитизм. Но политическая ситуация в эти годы была очень проблематичной, и все искали, кто будет виноват. Конечно, это были евреи. Моя семья чувствовала себя вне безопасности и решила переехать. Когда власть Горбачева в 90-е годы открыла Россию и разрешила евреям уезжать, она не делала им все легко. Им пришлось оставлять все свое имущество и деньги в России, и в новой стране начинать все сначала. Перед этим им пришлось еще получать разрешение и специальные билеты из голландского консульства в Москве. Хоть они жили вообще в Ленинграде, а расстояние было большое. Так началась большая эмиграция, большинство в Израиль и в США. Дорога в Израиль была очень сложной. Сначала надо было приехать в Фельсинки и провести там несколько дней. После этого они сели на корабль Константин Симонов. Там они познакомились с другими эмигрантами из Ленинграда, с которыми мы сегодня близко дружим. Когда они приехали в Израиль, они удивились увидеть, что там думали, что Россия какая-то примитивная страна. Домохозяйка первой квартиры, в которой они снимали, им показала. Вот видите, это телевизор. А папа мой ответил, а ты знаешь, где и когда его придумали? Она говорит, нет. В 33-м году он сказал, в России. И так было понятно, что приехали интеллигентные люди, которые очень много учились. Моя бабушка тут тоже вела свою общественную жизнь. И также мои родители тоже пытались быстро адаптироваться. И также смотрели разные интересные места в Израиле. Скажем, верблюды, бахайский храм. Я родилась в 95-м году. И моя бабушка, к сожалению, умерла очень быстро после этого. Из-за этого я помнить её за 3 месяца не очень могу. И только знаю от неё из рассказов. Ну, наконец, лихаю. За жизнь.